это я в сандауне 6 милях от моего дома от райда вот магазин ауди сейчас зайдем посмотрим людей как вы видите не очень много сейчас у нас средина дня еще что меня удивило что вот эти вот маски которые непосредственно надеваются на лицо распространенные мне в них трудно дышать и я специально купила себе такую знаете прозрачный такой щиток как очки одевается и такой прозрачный нависает на все лицо я в нем ходила в нем удобнее дышать и лучше в общем так и оказалось что его мне запретили как вот по моему неделю назад я зашла в магазин в этом прозрачном щитке на лице мне сказали извините но он недостаточно защищает наденьте обычную маску и вот теперь мне приходится носить эту обычную маску а в ней дышать очень трудно я не очень много что здесь хочу покупать но вот вы знаете обратила внимание на то что потихоньку стали подниматься цены и как говорится никто нас не оповещал об этом тихим сапом вот например вот это вот кусочки свинины раньше можно было спокойно купить до 3 фунтов сейчас вот пожалуйста 429 вот здесь 356 в общем все равно раньше было 250 270 как-то так не сказать что намного но подорожали вот сейчас покажу вам еще колбасную секцию здесь у них колбас как таковых выбора нет хороших колбас нет если что-то более-менее прилично это это будет испанская или итальянская особенно вот смотрите видите италиян салями и сыр моцарелла италия не потому что я просто конкретно показываю вам италию а потому что здесь практически все италия если посмотрите ну вот я много раз уже обращала внимание на то что англичане криворукие они готовить не умеют английской кухне вообще нет кроме биштексов с кровью наверное никакой английской кухни вот эти у них пудинги несъедобные все остальное прочее где-то слушала что слышала что кто-то тут восхвалял английские сыры но я знаю например очень распространенная здесь английская марка сыра это чеддер или чеддер надо очень постараться чтобы найти хорошую марку этого сыра чеддер а так он липнет к ножу он абсолютно невкусный вот видите опять италия моцарелла то есть все что и что будете смотреть все это итальянская итальянская и вот он всякие разные экстра чеддер мотор чеддер white чеддер red вот он красный сыр вы знаете это вот все как раз то о чем я говорю он конечно недорогой видите вот 400 грамм фунт 79 или ну да фунт 79 в основном но и вкус у него никакой вот какой-то специальный сыр чеддер дешевле нет этот дороже 200 грамм фунт 49 250 грамм фунт 49 даже не знаю я любитель сыров но здесь я для себя сыров найти не могу нормальных беру вот эти вот копченые сосиски нравятся они мне даже не знаю чьи они производства сейчас поищу вам скажу нет что-то не смогла найти all the stories только написано может быть германские не знаю она вам уже говорила свои впечатления зайдешь у нас пойдешь в магазин в российский или на рынок допустим ой красота прям на купишь себе такого для удовольствия идешь радуешься придешь приготовишь покушаешь а здесь вот прихожу но ничего такого чтобы мне хотелось купить вот вы знаете то только от смерти наверное вот вот смотрите оливки допустим да ну вот их тут много выбор большой всякие разные банки вот эти консервации вот какую бы не покупала но не вкусные они пересоленные жесткие вот допустим вот эти вот огурчики посмотрите геркин но вот они маленькие посмотрите какие вроде бы малюсенькие супер да эти огурчики и стоят недорого стоят они где у них цена 69 пи и и что придешь откроешь там один уксус но вот ничего не умеют готовить кто-то спрашивал у меня что такое йогширский пудинг вот он видите йогширский пудинг замороженный это вот что-то такое знаете как как у нас было заварное тесто только не сладкий а соленый обычно этот йогширский пудинг подают на вместе опять же с бештексом и соус грэви поливается я по-моему вам не показывала в этом магазине вот этот отдел вин спиртного вина вообще конечно не очень дорогие видите от 3 50 до 8 фунтов за бутылку вина разные но вы знаете я раньше думала что я не разбираюсь потому что мне эти вина вообще не нравится вкус белые еще как-то можно пить а вот красные это вообще конечно кошмар какой-то выпьешь бокал и больше не захочешь так вот сейчас покажу вам одну историю как проверять настоящее лето красное вино или это все подделки трите как меня научили проверять а подлинность красного вина вот красное вино бутылка закрытая чили вино 13 градусов значит сейчас я попробую проверить так как показывали на ю тубе смотрите сейчас открою бутылку ой трудно так и я наливаю думаю что хватит и теперь это вино я должна опустить просто чистую воду смотрите вот у меня налито чистая вода и я опускаю аккуратно смотрим что происходит как показывали раньше так и сейчас смотрите вино в воде просто растворилась и как мне сказали что это значит что это не вино а это просто краситель вот смотрите я не прикасалась и я просто сейчас достаю то что осталось здесь просто чистая вода видите все вино растворилась в воде ну вот я ничего не могу сказать насчет того правда или нет эта история когда вино растворяется полностью воде значит ли это что это просто поддельный краситель мне показывали что если вино натуральное то вот такую рюмку в воду опускаешь и она немножко растворяется но основное вино она остается в рюмке не могу ничего я здесь комментировать как вы видите что все вино растворилась воде а в рюмке осталась чистая вот еще хочу вам показать вот этот вот ирландский ирландский крем вы знаете 375 стоит бутылочка вот такая очень неплохой он такой кофейный густой если кто-то покупал есть такой тоже ликер называется бэйли он стоит 16 фунтов а этот практически такой же но в 4 раза дешевле и здесь есть еще один магазин неподалеку тоже в сандауне магазин морисон такие распространенные бренды в основном ну вот мы сейчас с вами заедем еще и морисон посмотрим я с вами давно не ездила не каталась обычно я от алдина мориса нахожу пешком здесь совсем недалеко но в связи с тем что сейчас они поставили ограничитель на парковку всего полтора часа можно стоять автомобилю вот я поэтому теперь не хожу а езжу сюда ехать такими кругами но можно в принципе доехать вот раз уж есть автомобиль значит будем использовать автомобиль вот я приехала морисон сейчас зайдем сюда посмотрим сейчас я здесь припаркуюсь друзья знаете я вот такая вот молодец я уже умею хорошо парковаться морисоне я обычно покупала свежую рыбу может быть какие-то фрукты еще а вот посмотрите класс какой вот такое здоровое ведро попкорна за 2 фунта 300 грамм любите попкорн это можно фильм смотреть здесь тоже людей не очень много давайте пройдемся посмотрим что здесь нам предлагается ну в принципе все то же самое друзья абсолютно то же самое если может быть какие-то скидки бывают но сейчас из-за того что цены подросли как я уже сказала вам то и скидки скидки копейка а выросли цены практически на рубль как обычно знаете вот молочко возьму обычно свое что-то покупала раньше молоко на фермах вы знаете да но далеко ездить и там не всегда оно бывает хорошим поэтому вернулась обратно в магазин вот рыба на льду посмотрите какой скудный выбор друзья но это просто кошмар конечно вот эти вот киперсы обтрепанные вот это вот уфасованная рыба тоже уже не свежая рыба посмотрите как вам нравится привезена из Турции спарус аурата я даже не вижу сколько она стоит но брать я ее конечно не буду но я возьму вот сибас две штуки пять фунтов это самая лучшая рыба здесь которую можно купить вот говорила что народу мало и сглазила теперь стою уже 20 минут в кассу везде полно народу у всех посмотрите какие полные тележки огромные ну и потом всего три кассы работает это тоже непорядок конечно ой в этой маске так неудобно посмотрите что я нашла с большим трудом я нашла в Англии вот эти вот перепелиные яйца и здесь упаковочка 12 штук это я в специальном магазине заказывала даже на заказ вот мне позвонили что эти яйца привезли я побежала и взяла две упаковки но я хочу вам показать представляете цену на эти шесть перепелиных яиц 2,65 это просто конечно уму непостижимо потому что я знаю что в Европе когда я бываю я эти яйца обязательно кушаю две штуки натощак как-то привыкла да и в России кстати тоже и вот в Европе они стоили в Тенерифе я помню я их покупала по-моему даже где-то находила за 99 центов вот такую же упаковочку 12 штук здесь 2,65 уму непостижимо ну хорошо ладно хотя бы за такую цену я нашла я не знаю сколько стоят эти яйца у вас там в России что-то даже забыла хотя и там всегда покупала и всегда кушала сейчас уже могу ошибиться ну и еще хочу вам показать какую радость посмотрите что я нашла и купила тоже называется хорс редиш соус а по-нашему это будет хрен вот такой вот хрен оказывается что англичане хрен тоже любят и я даже его уже открыла и вы знаете запах обалденный с ног сшибающий очень классный хрен и советую всем и еще я принимаю для повышения иммунитета прополис вот такой прополис тоже в магазине в здоровье здесь в Англии я покупаю он стоит 5-10 видите да вот в такой вот упаковочке капаете по 10 капель на кусочек сахара ну или куда там на хлеб я не знаю и принимаете по утрам очень хорошо поднимает иммунитет ну и вообще вы знаете что такое прополис пошли гулять